Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему возможности диагностики и лечения новообразования кожи в амбулаторных условиях. Злокачественное образование кожи является самым распространенным видом злокачественных образований, и их количество неуклонно растет. В рамках данного выступления мне бы хотелось остановиться на основных злокачественных образованиях, самых распространенных. Это базальная клеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома и, конечно же, меланома. Говоря об общих факторах, рисках злокачественных образований кожи, следует отнести ультрафиолетовое излучение, фенотипические особенности, генотипическая предрасположенность и синдром диспластического навоса. Более того, в 2014 году был проведен метаанализ более тысячи работ, который показал непосредственную роль искусственно-ультрафиолетового излучения, то есть соляриев, в развитии рака кожи, в том числе и меланомы. Говоря об неинвазивной диагностике, всегда необходимо переходить от самого простого к сложному, поэтому каждая диагностика заболеваний начинается с осмотра и сбора анамнеза. Так, базально-клеточная карцинома является наиболее часто встречающимся раком кожи, несмотря на то, что она обладает низким метастатическим потенциалом, для неё характерна локальная инвазивность и агрессивность. Клиническая презентация плоскоклеточной карциномы зависит от степени, от её локализации, от степени диафинсировки, а также от агрессивности самой опухоли. Ну и, конечно же, меланома, королева всех опухолей кожи, занимает первое место по смертности среди всех злокачественных наобразований кожи. Первое, на что надо обратить внимание при осмотре пациента, это на синдром гадкого утёнка. Не отличается ли какое-то новообразование от общего фенотипа НЕОСов. И также всем известное мнемоническое правило АБЦДЕ, которое заставляет врача обратить внимание на какое-то изменение цвета границ асимметрии. Помощником в осмотре кожных покровов является дерматоскопия. При помощи которой можно выявить типичные структурные элементы, как для базальной клеточной карциномы, для плоскоклеточной карциномы и меланомы. Для того, чтобы сделать дерматоскопическую картиру более объективной, были разработаны дерматоскопические индексы, в частности общий индекс по Штольцу. Можно разобрать на клиническом примере, когда мы видим пигментное новообразование, индекс асимметрии оценивается по двум осям, индексы границы по восьми. Также подсчитывается количество цветов и выделяется типичная дерматоскопическая структура для того или иного подтипа. Для данного клинического примера дерматоскопический индекс составляет 7,9, что заставляет нас задуматься о возможной меланоме. Но, естественно, дерматоскопический индекс по Штольцу не является единственным. Разработаны и другие, так, например, кэш-алгоритм или 7-point-чеклист, которые также отражают риски меланомы у данного новообразования. Дополнительным методом диагностики новообразования кожи является метод спектрофотометрического мультиспектрального интрадермального сканирования, который позволяет оценить накопление меланина, дермального меланина, гемоглобина и коллагена на глубине до 2 мм. Разработан также алгоритм диагностики для сиоскопии, но, тем не менее, она обладает более низкой чувствительностью по сравнению с дерматоскопией. А что же дальше? Обратимся к эллимонациям противоракового комитета США. По базальной клеточной карциноме первым этапом при подозрительной опухоли у нас биопсия. Плоскоклеточная карцинома также и первым этапом идёт биопсия. Меланома – биопсия. Какие основные виды биопсии? Это шеев биопсия, панч биопсия и эксцезионная биопсия, когда новообразование удаляется целиком. Следует также помнить, что для пигментных новообразований шеев биопсия неприменима, так как это может изменить толщину по бреслу, которая столь важна для диагностики меланомы и дальнейшей тактики лечения. Такие же виды биопсии применимы и для ногтевого ложа. Было приведено несколько исследований, которые показали, что эксцезионная биопсия не влияет на общую и безрецидивную выжимаемость у пациентов с меланомой кожи. Не стоит забывать и о более простом способе – ацетологическом подтверждении диагноза. Конечно, чувствительность и специфичность будет ниже, чем при гистологической верификации, но тем не менее мы сможем получить быстрый ответ, что позволит нам сразу перейти к лечению новообразований. Общие принципы лечения неэмоцетанных, злокачественных новообразований кожи, основываются на том, что предпочтение отдаётся хирургическому методу лечения с гистологической оценкой всех краёв резекции. Что же касается лечения меланомы, то здесь лечение диктовано таковым важным показателем, как толщина меланомы по бреслу. Однако на простом иссечении не следует останавливаться в лечении меланомы. Если мы получили меланому толщиной более чем 0,8 мм по бреслу, следует обсудить с пациентом возможность биопсии сигнальных лимфоузлов. Для чего это делать? Во-первых, биопсия сигнальных лимфоузлов влияет на меланомспецифическую выживаемость. Это позволяет нам выявить микрометастазы в лимфоузлах и вовремя назначить адювантную терапию. Так, в 2018 году Министерством России был одобрен препарат Абдива-Ниволумаб для лечения метастатической меланомы. Сама процедура проходит в два этапа. На первом этапе в область новообразования вводится либо радиофармпрепарат, либо специальный краситель. После этого проходит какое-то время, если мы делали введение радиофармпрепарата, делается АФЭТ-КТ. И интероперационно при помощи гамма-файнера выявляется тот сигнальный лимфатический узел, который накапливает радиофармпрепарат и удаляется на гистологическое исследование. Клинический пример. Пациент 49 лет с меланомой кожей передней брюшной стенки. Состояние послехирургического лечения в неспециализированном лечебном учреждении. Здесь прошу заметить, что отток лимфы идет билатерально, соответственно, сигнальный лимфатический узел находится с двух сторон. Это тоже очень важно. Деволонят ли биопсию сигнальных лимфоузлов отсрочено? Конечно, и это подтверждает данные крупных ренобизированных исследований, которые утверждают, что отсрочка до 90 дней абсолютно не влияет на общую и метастатическую выживаемость у пациентов, а также не влияет на статус лимфатического узла. Подводя эти огни моего выступления, хотел бы сказать, что диагностика и лечение новообразования кожи для амбулаторной хирургии не заканчивается только неинвазивной диагностикой. Также можно делать и биопсии, и сечение, и даже биопсию сигнальных лимфоузлов, что делается в нашем центре амбулаторно. Для стационарной хирургии следует оставить обширные лимфодисекции и такие сложные операции, как региональные химиоперфузии. Спасибо за внимание.